Бутерброд Бутерброд это блюдо, которое есть на каждом столе, в каждой семье и так далее. Поэтому мы решили немного усложнить вопрос по обычным простым белым хлебом и докторской колбасой и предложить вам интересную вариацию на тему сложных бутербродов. Мы сегодня делаем сладкий бутерброд и соленый бутерброд. Для сладкого бутерброда нам прежде всего нужно взять кусочек сливочного масла, вот совсем небольшой, его нужно растопить в ковше. Сегодня я работаю вместе с горячо любимой компанией Тифаль. Я вот здесь вот растворяю кусочек сливочного масла вместе с небольшой порцией корицы, совсем чуть-чуть. Дело в том, что мы сегодня работаем с вами не с хлебом, который обычно есть у нас в магазинах, мы сегодня работаем с хлебом для сэндвичей, это квадратный хлеб. Вот для того, чтобы его немного обогатить, мне хочется сделать вот такую вот замечательную историю вместе со сливочным маслом и корицей. А для соленого бутерброда мы с вами берем вот такую замечательную сковороду компании Тифаль. Я хочу отметить, что на ней можно готовить без масла, что мне сегодня нужно будет сделать, потому что я хочу всех вас наконец-то научить правильно жарить шампиньоны. Правило номер один. Шампиньоны никогда не нужно мыть. Ребята, дело в том, что шампиньоны не растут в нашем огромном черноземе, они не покрыты огромным слоем грязи и так далее. Дело в том, что шампиньоны это такая губка, которая очень сильно впитывает влагу. И не надо их мыть, иначе они впитают влагу, и оттуда она будет, собственно говоря, выделяться. Поэтому шампиньоны, даже если он у вас есть, там чуть-чуть грязи или еще что-то такое, его достаточно протереть влажной салфеткой и все. Итак, шампиньоны мне нужно нарезать крупно. Смотрите, масло уже с корицей разошлось. У нас получилось такое очень ароматное коричное масло или сливочное масло вместе с корицей. Итак, сковорода хорошо накалена. И мы сюда с вами, на жаркий огонь не убавляя, добавляем наши нарезанные шампиньоны. Пускай они вот так вот обжариваются. И когда они буквально чуть-чуть прихватятся до такого золота, вы увидите, я добавлю буквально одну веточку тимьяна для аромата, ну, чтобы их немного насытить. Тем временем у нас готова с вами вот эта вот история с коричневым маслом. И нам нужно для вас, ну, так как мы сегодня будем использовать шоколадную пасту для нашего горячего бутерброда и такую замечательную штуку, как зефир или маршмеллоу, нам нужно чем-то оттянуть вкус. Поэтому мы с вами берем зеленое яблоко. Его нужно тоже нарезать на такие небольшие порционные слайсы, я это назову так. Так, яблоко у меня нарезано, и я начинаю склеивать наш горячий бутерброд. Итак, мы с вами берем два кусочка сэндвича, берем с вами кисточку, вооружаемся вот этим вот замечательным коричневым маслом, которое у нас уже растопилось здесь. Промазываем вот так вот слегка, не надо очень сильно, нам это нужно только для аромата и только для небольшой склейки. Мы с вами вот так вот промазываем нашу одну сторону бутерброда маслом вместе с корицей. Смотрите, смотрите, какая у нас красота. Вот видите, вот это называется жареный шампиньон. Итак, у нас шампиньон уже немного обжарились, и я готов добавлять веточку тимьяна сюда, вот так вот одну. Ладно, пускай будет две сегодня. Итак, мы с вами намазываем сюда вот так вот нашу шоколадную пасту, посмотрите. Оп, здорово, вот так вот. Мы с вами берем буквально несколько кусочков маршмеллоу, вот так вот. Он при температуре превращается в такую очень классную тягучую смесь, дает очень классный ванильный аромат. Мы с вами вот так вот сюда выкладываем маршмеллоу, и плюс ко всему мы с вами вот сюда вот между кладем яблоки, зеленое яблоко, как я сказал, уже для такой, ну, для баланса вкуса, назовем это так, для определенной кислинки, и для того, чтобы наш горячий бутерброд был сбалансирован. Потом мы накрываем с вами сэндвич. У нас есть с вами классные сэндвичи от компании DeLonghi. Все, что здесь нужно сделать, это нужно положить сэндвич, закрыть его и дать ему время пожариться. Я хочу сказать, что такая штука не только для горячих бутербродов, горячих сэндвичей, но и вообще всевозможная история про сэндвичи, про бутерброды. Накрываем и поджариваем. Есть, пускай будет. Мы с вами берем вот такой вот уже, это тост мультизерновой, скажем так. Сюда мы с вами добавляем следующую вещь. Мы в первую очередь намазываем эту тему, тост намазываем соусом-пестом. И со второй стороны тоже соус-пестом нам даст свежесть, и он нам же даст соль. Поэтому я не солил шампиньоны, я об этом вам говорил с самого начала. Итак, ребята, вот мы с вами добавили сюда наших шампиньонов. Совсем небольшой тач пармезана, но пока еще горячие грибы. Вот таким вот образом. Для того, чтобы придать немного нашему бутерброду свежести и пряности, мы с вами добавляем зеленую руколу, которую я тоже очень сильно люблю. Мы накрываем сверху историю с нашим соленым бутербродом и отправляем его рядышком вот сюда вот, в нашу замечательную сэндвичницу. Могу закрыть плотно, да? Вот вы видите, вот это называется, вот это называется рай на земле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова